Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как называют сотую часть метра? Вопрос с плотинком Сотая часть метра, что это? Я не знаю Ладно, побежали дальше, привет Как называют сотую часть метра? Сотую часть метра? Это легко Нет, другой вопрос Ладно, это сантиметр, бежим дальше Привет, ребят Подскажите, пожалуйста Как называется бразильское боевое искусство? Вот это вы меня не загрузили, не знаю Ладно, окей, бежим дальше Побежали Подскажите, пожалуйста, как называется бразильское боевое искусство? Вы меня расстроили, прям сбили сразу Ладно И это правильный ответ, тысяча рублей ваша Хорошего дня, хорошего настроения Здрасте Подскажите, пожалуйста Один глаз, один рог, но не носорог? Не знаю Ладно, счастливо Ребят, привет Привет Загадку отгадаете дурацкую? Один глаз, один рог, но не носорог Один глаз, один рог, но не носорог Да ладно, корова из-за угла выглядывает Пока Счастливо Здрасте, подскажите, пожалуйста Какое атмосферное давление принято считать нормальным? Затрудняется ответить Легкий вопрос Во всех метеопрогнозах его говорят Не обращал внимания 760 миллиметров ртутного столба Ладно, бежим дальше Стойте, стойте Девушки, скажите, пожалуйста Кто из сыновей Зевса организовал первые Олимпийские игры? Опа Так, сыновья Зевса Посейдон Кто у него? Нет, Посейдона, это брат Зевса Я убегу сейчас, давайте быстрее Ну, знаете кто? И это правильный ответ Тысяча рублей ваша Хорошего настроения Пока Сколько вершин у Куба? Э-э-э-э 8 И это правильный ответ Тысяча рублей ваша Спасибо Хорошего настроения Спасибо До свидания Здрасте Подскажите, пожалуйста Может ли страус назвать себя пищей? Он же не говорит Это правильный ответ Действительно Квигущий косарь Раздаем тысячные купюры За правильные ответы Спасибо Какая из планет Солнечной системы Весит больше, чем все вместе взятые? Солнце, наверное? Нет Нет, не Солнце Не Солнце Счастливо Здрасте, ребят Скажите, пожалуйста Какая из планет Солнечной системы Весит больше, чем все остальные планеты Вместе взятые? Может, Меркурий? Нет Нет, еще попытка Давайте Нептун Нет Юпитер, друзья Юпитер Ладно, бежим дальше Пока Счастливо Привет Ребята, кто вывел систему координат в математике? Юпитер А это правильный ответ Тысяча рублей ваша Хорошего настроения Серьезно? Пока Назовите год следующий за годом кролика Нет Ну, предположите Петух Нет, 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 нет Назовите год следующий за годом кролика Ну, наверное, кролик красный Нет, нет Год дракона Тысяча рублей остается у нас Мы побежали дальше Здрасте Голова какого животного была у египетской богини Баста? Кошки? Нет, правильный ответ Тысяча рублей ваша Спасибо Счастливо Первый этап позади Пришло время немного передохнуть И провести короткий конкурс Для него мне понадобится два человека Побежал их искать Девчонки, привет Привет В конкурсе примем участие? Примем Давайте, давайте Как вас зовут? Анастасия Анастасия Аня Анна Ну что же, у вас очень простое задание Одна из вас будет читать стихотворение Другая угадывать автора Можно я буду читать? Давайте, да Вы согласны? Да Анна будет читать Анастасия будет угадывать Правильно? Настя, если вы угадаете автора стихотворения Вы получите тысячу рублей Отлично В противоположном случае Получите тысячу рублей Я не против Аня Это Алексей Программа Бегущий косарь Где за каждый правильный ответ Вы получаете тысячные купюры Итак, у нас Анна и Анастасия Анна будет читать стихотворение Анастасия Угадывать автора Поехали Как ныне сбирается вещий Олег Анстит неразумным хазаром Их сила и нивы Забуйный набег Обрек он мечтам и пожарам С дружиной своей в цареградской броне Князь по полю едет на верном коне Отлично Кто написал это стихотворение? Пушкин И это правильный ответ Александр Сергеевич Пушкин Тысяча рублей ваша Спасибо, девчонки Читайте российскую классику Пока Я побежал Касар надо давать Я готов бежать дальше Начинаем второй этап Главное быть эрудированным Или просто уметь читать мои мысли Задание продолжить мою фразу Я начинаю говорить фразу А мои участники ее заканчивают По традиции каждый правильно ответивший Получает тысячу рублей Побежали Продолжите фразу, пожалуйста Переливать из пустого В порожье Тысяча рублей ваша С ума сойти Хорошего настроения И вам давайте еще отмельчим Нет, нет, нет Здрасте Здрасте Продолжите устойчивое выражение Пишешь, как курица Клапай Тысяча рублей ваша Мне очень приятно Пока, ребята Пока Продолжите, пожалуйста Старинную пиратскую песню 15 человек на сундук мертвеца Йохохой, бутылка рома Тысяча рублей ваша Пираты Здрасте Продолжите, пожалуйста Устойчивое выражение Ахиллесова Тысяча рублей ваша Хорошего настроения Хорошего дня Пока Продолжите стихотворение Чуковского Да здравствует мыло душистое И полотенце пушистое И зубной порошок И... Да здравствует мыло душистое И полотенце пушистое И зубной порошок И... Ночной горшок Нет, неправильно Неправильно Пока Продолжите, пожалуйста Стихотворение Чуковского Да здравствует мыло душистое И полотенце пушистое, и зубной порошок. И гребешок. Ну, какой? Да, 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 да. Ну, какой вы хотели сказать? Густой. Правильно, тысяча рублей ваши. Спасибо. Пока. Продолжите правильно детский стишок. Кто грызет на ветке шишку? Ну, конечно, это... Мишка. Нет, белка. Какой мишка? Ладно, бежим дальше. А под рифом было... Был мишка. Привет. Привет. Продолжите фразу. С больной головы... С больной головы... Ну, ну, ну. Нет, не на трезвую. Не на трезвую. Здрасте. Продолжите фразу, пожалуйста. С больной головы... На здоровую. Тысяча рублей ваши. Хорошего настроения, хорошего дня. Счастливо. Продолжите стихотворение Чуковского. Бедный крокодил жабу проглотил, А слоних вся дрожа так и села... На ежа. Тысяча рублей ваша. Спасибо. Пока. До свидания. Здрасте. Ребенок спит? Да. Продолжите устойчивое выражение. Семь футов... Подкилем. Тысяча рублей ваши. Не разбудили там? Нет. Отлично. Пока. Спасибо. Второй этап позади. Пришло время еще раз передохнуть и провести короткий конкурс. Для него мне понадобятся два человека. Побежал их искать. Ребята, привет. Кто лучше из вас играет в шашки? Я. Как вас зовут? Александр. Саша. Александра. Итак, Саша и Саша, друзья. Я могу загадать желание. Я его загадал. Ну что же, правила у нас очень простые. Ровно за минуту вам необходимо съесть наибольшее количество шашек соперников. Все понятно? Конечно. Минута пошла. Поехали. Александр и Александр у нас сегодня сражаются за тысячу рублей, друзья. Отлично. Отлично. Игра. И вот посмотрите, Саша уже две съела. Александр, что вы не берете фишку? Ну ладно, хорошо. Уже поздно. Александра ходит. Друзья, дым, дым. Клубится практически над гоночной трассой. Хотел сказать, я рядом трасса Формулы-1. Ну что же. Идем. 25 секунд прошло. Играем, играем. Друзья, чемпионат мира по шашкам при 100 тысяч рублей. Однозначно есть. Отлично. 35 секунд прошло. Играем. Какие-то поддопки тут со стороны Александра идут. 40 секунд прошло. 20 секунд остается. Трясутся руки, губы, головы. Все трясется, друзья. Даже я трясусь под этим ветром. В Сочи, казалось бы, должно быть тепло и хорошо. Но здесь 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И стоп. Стоп. Давайте считать, кто сколько шашечек съел. Саша, вообще ничего не съел. Я вообще ничего не съел. Ну, в общем, считать бесполезно. Победила у нас женская красота и грация, друзья. Саша, я поздравляю вас. Вот вам тысяча рублей. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на что вы ее потратите? Мы сейчас пообедаем. Отлично. Всем приятного аппетита и хорошего дня. Я побежал дальше. Спасибо вам. Давайте мне пишем. И пока. Бежим, третий этап. Здесь я буду задавать вопросы, на которые можно ответить либо да, либо нет. Каждый правильно ответивший получает 1000 рублей. Погнали. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, белый медведь – это самый крупный хищный зверь на земле, да или нет? Да. Это абсолютно правильно. Его масса может достигать одной тонны. 1000 рублей ваша. Хорошего настроения. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. До свидания. Здрасте. Здравствуйте. Только маленький миг в зоопарк доставляет. Ладно, 1000 рублей остается у нас. Бежим дальше. А, ничего себе. Явление Христа народу Александра Иванова – это самая большая картина в Третьяковской галерее, да или нет? Да. 1000 рублей ваши. Абсолютно правильно. Пока. Спасибо большое. Хорошее настроение. Пока. Здрасте. 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 Поза, в которой спит человек, говорит о его психологическом типе личности, да или нет? О его психологическом состоянии. Ну так, да или нет? Да. Да, вы знаете, это абсолютно правильный ответ. 1000 рублей ваши. Спасибо. Счастливо. Скажите, пожалуйста, Дарвин никогда не утверждал, что человек произошел от обезьяны, да или нет? Нет. Вы знаете, это неправильный ответ. Действительно, он писал, что обезьяны и люди, возможно, имеют общих предков. То есть, надо было ответить «да», чтобы получить эту 1000. Бежим дальше. Ладно. До свидания. Здрасте. Скажите, пожалуйста, в организме человека каждая клетка жира может увеличиваться до 10 раз от своего нормального размера, да или нет? Может. И это абсолютно правильный ответ. 1000 рублей ваши. Счастливо. Спасибо. Айсберги иногда взрываются, да или нет? Нет. Это неправильный ответ. Они действительно взрываются. Вода просачивается в щели, во льду, замерзает, расширяется, раскалывая айсберг. Это практически похоже на взрыв. Пока. Пока. Подскажите, пожалуйста, Сицилия – самый большой остров Средиземного моря, да или нет? Мы двоечные. Ну, предположите, да или нет? Да, 1000 рублей ваши. Хорошего настроения. Счастливо. Привет, девчонки. Скажите, пожалуйста, водяная крыса летом живет в воде, а зимой в земле, да или нет? Ведра. Да. Абсолютно правильно. 1000 рублей ваши. Спасибо. Счастливо. Скажите, пожалуйста, стеклянный, оловянный, деревянный пишутся с одной «Н», да или нет? Да. Это неправильно. Это слова-исключение. Они пишутся с двумя «Н». Ладно, счастливо. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, первое метро было построено в Москве, да или нет? Да, наверное. Это неправильно. В Лондоне оно было построено. Пока. В космосе нет звука, так как отсутствует среда его распространения, да или нет? Да. 1000 рублей ваши. Спасибо. Хорошее настроение. Абсолютно правильно. Спасибо. Пока. Спасибо большое. Неожиданно. Скажите, пожалуйста, фелинология – это наука, изучающая кошек, да или нет? Еще раз. Фелинология. Нет. Вы знаете, это неправильно. Действительно, кошек изучают. Привет! Свиньи не боятся укуса змей, да или нет? Ой, нет. Да. И это абсолютно правильно. От змейных укусов их защищает толстый слой подкожного жира. 1000 рублей ваши. Фальшивая. Третий этап позади. Нас ждет финальная игра. Для нее мне понадобится три человека. Мы в Олимпийском парке, и у нас финальная игра. Давайте знакомиться с ее участниками. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Люба. Люба, очень приятно. Меня Леша зовут. Леша, меня зовут Лена. Лена, очень приятно. И меня Наташа. Наташа, отлично. Каждый из вас сможет выиграть по 3000 рублей. Ну а что вам для этого придется сделать, вы узнаете совсем скоро. Я Алексей, это программа «Бегущий косарь». Интеллектуальный забег, где за каждый правильный ответ участники получают 1000 рублей. Ну что ж, у нас финальная игра. Три прекрасные очаровательные девушки. Девушки, скажите, откуда вы приехали в Сочи? Или вы в Сочи живете? Мы вот с Натальей из Екатеринбурга приехали. Из Екатеринбурга, отлично. А вы? А я приехала из Химок, Москва. Из Химок, из Москвы. А вы какой-то коллектив представляете? Что вы здесь делаете? Нет, мы с девушками только познакомились недавно. Да? Да. Не поете, не танцуете, не играете. На шпагат сажусь. Понятно. Нет, не надо. У нас другие вопросы. Итак, каждый из вас сможет выиграть по 3000 рублей. Вас ждут три задания. Соответственно, в каждом задании по 1000 рублей можно выиграть. Все понятно? Да. Первое задание очень простое. Вам за 20 секунд нужно назвать 7 городов на ту букву, которую я назову. Наташа, давайте с вами начнем. Итак, 7 городов на букву В. Поехали. Владимир, Волгоград, Великий Новгород, Великий Устьюк, Великий есть? 5 секунд прошло, 4, да. Волжский. Отлично, 5. И сколько еще секунд осталось? Еще 2 города, 13 секунд быстрее. Вильнюс, Варна. Отлично, еще один город, отлично, уложили. Ну что ж, Наташа, 1000 рублей ваша, заслуженная 1000, прекрасно. Давайте с вами теперь, Лен, попробуем, хорошо? Тоже на букву В? Нет, 20 секунд, и вы называете города на букву И. Поехали. Иркутск, Иркутск, Ижевск. 4 секунды прошло, давайте, хорошо начали, еще 5 городов. Инсбург. Отлично, еще 4 города, 10 секунд прошло. Так, ну подождите, вы меня сбиваете. Давайте, давайте, 15 секунд прошло. Иерусалим. Отлично, 20 секунд прошло, ай-яй-яй-яй-яй, ничего страшного, ничего страшного. Люба, давайте с вами, 7 городов за 20 секунд на букву М. Поехали. Мурманск, Москва, Мариуполь, Минск. Пять секунд прошло, 4. 10 секунд прошло. Отлично, еще 2 города, 14 секунд, 15. Ну, 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 стоп, ай-яй-яй-яй-яй. Я не одна. Ну что же, ничего страшного, ни в коем случае не расстраивайтесь, потому что в следующем задании у вас точно будет шанс выиграть 1000 рублей. Задание очень простое. Я с помощью мимики и жестов буду показывать вам слово. Кто первый его отгадает, та и получит 1000 рублей. Этого слова я еще не знаю, первым его узнают телезрители. Итак, давайте посмотрим, что это за слово. И это слово... Отлично. Поехали. Готовы? Да. Море. Плывет. Лодка. Корабль. Лодка по морю плывет. Корабль плывет по морю. Капитан. С трубкой. Капитан. Моряк. Пнул. Маленький. Юнга. Ах, назвали слово. Юнга. Да, 1000 рублей ваша. 1000. Отлично, отлично. Ну, чтобы все было честно, я показываю, что действительно было слово Юнга. Идем дальше. Вот сейчас на беретик-то я и накоплю на обратный. Третье задание потребует от вас предельной концентрации. И вам необходимо решить простой пример. Я буду называть последовательность из семи цифр. Плюс, минус, потом скажу равно, и вам необходимо будет назвать правильный ответ. Ой, тяжело. Давайте попробуем. Давайте, Наташа, с вами. Вы у нас лидер. А можно дать мне немножко время отдохнуть? Ну, как так? Вы что, какое время? Так, шезлонг, срочно шезлонг и массажистов. Давай, да ладно, поехали. 4, минус 7, плюс 6, минус 9, плюс 8, минус 3, плюс 5. Она сдается. 17. 4, правильный ответ. Тут истерика, друзья, не обращайте внимания. Леночка, давайте с вами такой же простой пример. Говорю не очень быстро. Поехали. 7, плюс 4, минус 9, плюс 7, минус 6, плюс 4, минус 5. Так, 11, минус 9, 2, плюс 6, 7, или сколько? Плюс 7, минус 6, плюс 4, минус 5. 2, 9, плюс 4. Ну, давайте уже про себя. Ага. И давайте быстрее уже. У нас минус 5, 8. Нет, неправильно, 2, правильный ответ 2. Ну что ж, идем дальше. И у нас Люба, Люба, прекрасное русское имя. Идем прямо к правильному ответу и зарабатываем 1000 рублей. Поехали. 2, минус 7, плюс 9, минус 3, плюс 6, минус 5, плюс 7. Сразу ответ, сколько? Пальцем в небо тогда. Нет, нет, правильный ответ, 9. А близко с... 9, правильный ответ. Ну что, давайте доставайте деньги, которые вы заработали в финальной игре. И у нас, я так понимаю, 2000. Вау, прекрасно. Ваши аплодисменты. Наташа побеждает в финальной игре. Прекрасно. Давайте посмотрим в центральную камеру и сделаем селфи все вместе. Давайте, 34, улыбаемся. Я сегодня пробежал 9 километров 870 метров. Потратил 26 тысяч рублей. А это значит, я раздавал деньги со скоростью 2634 рубля в километр. В следующей программе я попытаюсь улучшить этот результат. Но для этого мне понадобится ваша помощь и ваши правильные ответы. С вами был Алексей и программа «Бегущий косарь». Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok